Всем привет! Сегодня мы поговорим о док-станциях для жестких дисков и SSD. Эти устройства предоставляют собой полезные инструменты для быстрого подключения различных накопителей к компьютеру. Мы рассмотрим для чего они нужны, какие бывают и как могут помочь при восстановлении данных. Док-станция – это устройство, которое позволяет подключить жесткие диски или SSD к компьютеру. Через различные интерфейсы, такие как USB, Thunderbolt или eSATA, она предоставляет собой удобный способ расширить возможности вашего компьютера и эффективно управлять хранилищем данных. Существует несколько типов док-станций – от простых моделей с одним слотом до более продвинутых с поддержкой нескольких дисков одновременно. Выбор конкретной модели зависит от ваших потребностей и предпочтений. Док-станции для жестких дисков SSD могут быть полезны в различных сценариях использования, таких как создание резервных копий данных, клонирование дисков или передача файлов между компьютерами. Они также обеспечивают горячую замену дисков, что делает процесс обслуживания и обновления более удобным и быстрым. А сейчас давайте детально разберем интерфейсы подключения. Первый, самый распространенный тип интерфейса – это USB. USB порты широко используются в компьютерах и очень удобными в использовании. Второй тип интерфейса – Thunderbolt. Thunderbolt представляет собой высокоскоростной интерфейс, который обеспечивает быструю передачу данных между устройствами. Док-станции с поддержкой Thunderbolt обладают высокой производительностью. Еще один менее популярный тип интерфейса – ESATA. По сравнению с другими интерфейсами, такими как USB и Thunderbolt, ESATA обеспечивает высокую скорость передачи данных. Также их разделяют на несколько видов по подключению накопителей – SATA-разъемы для подключения жестких дисков и SSD, а также M.2 для подключения M.2 SATA и M.2 NVMe SSD накопителей. Некоторые модели док-станции позволяют подключать 6, 8 и 10 дисков одновременно. Каждый из представленных типов интерфейсов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор конкретной модели док-станции зависит от ваших потребностей. Что касается жестких и SSD дисков, тут все понятно, но в чем же отличие M.2 SATA и M.2 NVMe? Что нужно учитывать при выборе док-станции для подключения M.2 накопителя? В отношении подключения существует два основных типа шин, на которых работает M.2 – это SATA-шина и PCI-шина. Кроме того, существует тип слота с ключами M и B, которые определяют поддерживаемый интерфейс M.2 устройства. Ключ B поддерживает PCI и SATA, в то время как ключ M поддерживает только PCI. При подключении M.2 устройства необходимо учитывать совместимость с интерфейсом и слотом док-станции. Исходя из того, что вы видите на экране, можно сказать, что плату M.2 SATA SSD с ключом M плюс B можно установить в большинство слотов, в то время как M.2 NVMe SSD с ключом M нельзя установить в слот с ключом B. Поэтому при выборе устройства обращайте внимание на тип используемого слота и поддерживаемые им типы накопителей. Эти две платы очень похожи внешне и имеют лишь небольшое различие в разъеме подключения, поэтому важно правильно подбирать соответствующие накопители и док-станцию. А теперь давайте рассмотрим несколько примеров, как док-станции могут улучшить работу с компьютером. Во-первых, док-станция предоставляет удобный способ подключения жестких дисков SSD к компьютеру. Это особенно удобно для пользователей, которые часто работают с большим объемом данных и нуждаются в быстром доступе к ним. Кроме того, док-станции позволяют легко переносить данные между различными устройствами. Вы можете подключить док-станцию к одному компьютеру для создания резервных копий данных и затем подключить ее к другому компьютеру для восстановления этих данных. Это поможет вам защитить свои данные от потери в случае сбоя системы или повреждения жесткого диска. Другой практичный пример использования док-станции – это возможность использования нескольких жестких дисков или SSD одновременно. Это особенно полезно при работе с большими объемами данных, когда вам нужно дополнительное пространство для хранения. Также одной из важных функций к док-станции – клонирование диска. С ее помощью вы с легкостью сможете клонировать один накопитель на другой, просто подключив диски и нажав кнопку клонирования. Это особенно полезно, если вы хотите заменить старый диск на новый и создать точную копию своей текущей системы. Еще одним важным преимуществом использования док-станции является возможность горячей замены дисков. Это означает, что вы сможете подключать и отключать жесткие диски и SSD без необходимости выключения компьютера. Горячая замена упрощает обслуживание и обновление вашей системы, так как вы можете быстро заменить поврежденный или устаревший диск без остановки работы компьютера. Док-станции также играют важную роль при восстановлении данных. Когда возникают проблемы с жесткими дисками или SSD, док-станция может быть использована для снятия образа диска. Или клонирование данных на другой носитель. Снятие образа диска позволяет сохранить копию содержимого диска в безопасном месте, что полезно, если диск плохо читается или есть опасность его повреждения. Образ диска можно использовать для последующего восстановления данных или анализа состояния диска. Кроме того, как я уже говорил ранее, док-станции позволяют клонировать один диск на другой. Это может быть полезно, если вы хотите создать резервный копию своих данных или заменить старый диск новым, без потери информации. В обоих случаях использование док-станции делает процесс восстановления данных более удобным и эффективным, что позволяет вам быстро восстановить доступ к информации в случае возникновения проблем. Что касается восстановления данных с RAID-массивов, как известно, при построении RAID используется большое количество дисков и для восстановления нужно подключить все накопители к одному компьютеру. Материнская плата обычного ПК имеет ограниченное количество SATA разъемов. В таком случае помощь окажет док-станция, которая позволит подключить дополнительные диски или поможет снять образ диска без перезагрузки ПК, так как использует функцию горячей замены. А сейчас давайте детально рассмотрим процесс снятия образа диска с помощью док-станции. Для этого сначала подключите жесткий диск или SSD к док-станции. Затем подключите док-станцию к компьютеру. После откройте программу для создания образа диска. Я покажу на примере Hetman RAID Recovery. Итак, у меня есть три диска, из которых был построен RAID 5. Далее покажу, как можно использовать док-станцию для восстановления с него данных. Сначала нам нужно снять образ диска. Для этого в программе выделите нужный накопитель и кликните по кнопке «Сохранить диск». Затем укажите место, куда его сохранить. Вам потребуется хранилище с объемом равным или большим объему сохраняемого диска. После выбора места для сохранения образа диска начнется процесс создания. Это может занять некоторое время, в зависимости от размера диска и скорости подключения. Далее вы сможете смонтировать данный образ программу. Для этого кликните по кнопке «Монтировать диск» и укажите путь к файлу образа. Для клонирования данных с помощью док-станции достаточно подключить диски и нажать кнопку «Клонирование», после чего начнется процесс клонирования диска. Используя док-станцию вам не понадобится сторонняя программа для клонирования накопителя. По завершении вы получите точную копию диска и сможете использовать новый диск в качестве замены исходного или как резервную копию ваших данных. Полезная опция, чтобы не угробить основной диск или если диск плохо читается. Как восстановить данные с RAID массива при помощи док-станции? Итак, с образами мы разобрались, теперь рассмотрим процесс восстановления данных с RAID. Массив состоял из трех дисков. Образ одного у нас есть, мы его смонтировали в программу. Второй диск подключен к материнской плате компьютера с помощью SATA разъема. И третий накопитель подключен к ПК с помощью док-станции. Как видите, это не помешало программе собрать из накопителей RAID в автоматическом режиме. Как видим по информации ниже, массив собран правильно. Это пятый RAID из трех дисков. И в свойствах можем посмотреть, из каких дисков программа его собрала. Здесь есть три диска. Образ. Диск подключенный к SATA разъему. И диск подключенный с помощью док-станции. Для поиска файлов кликните по массиву правой кнопкой мыши. Открыть. Затем нужно выбрать тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет найти данные в большинстве ситуаций. Если программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Вернитесь в главное окно программы. Кликните по диску правой кнопкой мыши. Проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. По завершению. Откройте папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. Отметьте нужные. И нажмите кнопку. Восстановить. Далее. Укажите место, куда их сохранить. Диск. Папку. И нажмите еще раз. Восстановить. По завершении. Все файлы будут лежать в указанном ранее каталоге. И в заключении. Докстанции для подключения жестких дисков предоставляют собой удобные многофункциональные устройства, которые могут быть использованы в различных сценариях. Они обеспечивают быстрое и удобное подключение дисков к компьютеру, позволяя осуществить резервное копирование, клонирование дисков, передачу данных между компьютерами и восстановление данных. Данный тип подключения и снятия образов диска является наиболее удобным способом для восстановления данных с редмассива. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok